Тема проповеди для нас сегодня называется «Почему Бог на одинаковую ситуацию реагирует по-разному?» Или «Почему Бог на одинаковую нужду, на одинаковую молитвенную просьбу, на одинаковые обстоятельства отвечает по-разному и в разные сроки, в разное время?» Например, часто у нас бывает у людей много общего. И часто общие нужды и одинаковые проблемы. Мы ходим в одинаковую церковь, молимся одинаковому Богу, но этот Бог отвечает не одинаково, а отвечает всем по-разному. Но нас мучает вопрос в том, что почему, когда нужда одинаковая, обстоятельства и вопросы, почему Бог по-разному отвечает. Иногда бывает, мы сидим на одной лавке, иногда мы болеем одним диагнозом, кому-то Бог уже давно ответил, а кто-то еще до сих пор ждет ответа. Иногда у нас одинаковые вроде бы финансовые трудности, кто-то уже получил помощь и милость от Бога, а кто-то в такой же ситуации, в той же церкви и молится тому же Богу и до сих пор ждет ответа. И вопрос возникает, почему, Господи, почему такая разная реакция? Ведь мы же люди, и мы нуждаемся в Твоей помощи. И сегодня я хотел бы предложить вам два отрывка из Библии. И хочу попросить, чтобы вы нашли минимум десять одинаковых пунктов, одинаковых сходств. Что есть одинаковое в этих двух историях из Библии? Я прочитаю историю за две разные семьи и предлагаю для более вашего активного участия вы можете сейчас, если вы желаете, взять ручку или телефон, слушать внимательно две истории, которые я прочитаю и отмечать, сразу помечать, что одинаково в этих двух ситуациях. И потом мы с вами посмотрим, как Бог смотрит на это положение. Первое прочитаем с вами, первая глава Луки с 11 по 20 стих. Первая глава Луки с 11 по 20 стих. Там написано так. Тогда явился ему ангел Господень. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий перед Богом, послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как сбудется это за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Итак, мы сохраняем эту историю в нашей памяти и переходим к другой. Еще отрывок из Библии, который записан в первой главе Луки, с 28 стиха по 38. Первая глава Луки, с 28 по 38. Написано так. Ангел, войдя к ней, к Марии, сказал ей, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей Ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, вот зачнешь во чреве, родишь сына, наличащему имя Иисус. Мария же сказала Ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит себя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Тогда Мария сказала, си раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И вот две такие истории. И теперь для более такого глубокого анализа, давайте попробуем сначала обратить внимание, как вот эти две семьи проходили очень похожие обстоятельства, похожие проблемы. У них были одинаковые нужды. Итак, кто из вас нашел 10 одинаковых сходств в двух этих историях? Есть такие люди? Хорошо. Ну, пять попробуем. Кто нашел хотя бы пять пунктов, что одинаково происходило в этих двух ситуациях? Ну, ладно, три. Три. Кто нашел хотя бы три? Ну, уже есть люди, уже есть руки. Спасибо вам, что уже есть. Ну, а теперь давайте пойдем по порядку. Смотрите внимательно. Что одинакового было в этих двух эпизодах из Библии? Первое, это то, что они оба записаны в одной и той же главе. Это первая глава Луки. Next slide. Они оба записаны в одной и той же главе. Второе, что было одинаково, это то, что две эти истории, они происходили приблизительно в один и тот же период времени. Разница была приблизительно полгода. Если вы прочитаете 36 стих, когда встретилась Мария с Елизаветой, то написано, что Елизавета уже была на шестом месяце беременности. Здесь подчеркивается мысль, что это не было в разные века, в разные эпохи. Там то было во время апостолов, а это было во время наше. Это было почти в один и тот же сезон жизни. Третье, что было одинаково в этих двух ситуациях, это то, что в двух случаях произошло неожиданное появление ангела человеку. Ангел явился Захарий, и ангел явился Марии. Интересно еще, что в двух этих эпизодах ангел заговорил с человеком. Ангел заговорил с Захарией, и ангел заговорил с Марией. Четвертое, что было одинаково, это то, что в этих двух эпизодах люди испугались. Захария, написано, смутился, испугался, и о Марии тоже написано, она смутилась, она испугалась появление ангела. Пятое, что было одинаково в этих двух эпизодах, это то, что был одинаковый вопрос со стороны человека. И Мария задала вопрос, и Захария задал вопрос. И у них обоих вопрос к Богу был одинаковый. Как это будет? Вопрос был, как? Как это возможно? Как это вообще возможно? Ну, по-человечески невозможно, вопрос центральный. Как это будет? Две разные ситуации, две разные семьи, разные, кажется, в разных местах, но вопрос одинаковый. Дальше. Интересно, что ангел был тоже одинаковый. если вы прочитаете девятнадцатый стих двадцать шестой, там написано, что его звали Гавриил. Как вот еще раз подчеркивается мысль, как Бог подходит в разные ситуации и использует, кажется, одни и те же методы. Написано, ангел Гавриил говорил с обоими. Дальше. Еще интересно, седьмой пункт, что было одинаково в этих двух историях, это то, что сообщение было одинаковое. Месседж от Бога был одинаковым. Что ангел сказал Захарий, у тебя родится сын. Что ангел сказал Марии, у тебя родится сын. Еще, что было одинаково, что оба, две вот эти, и Мария, и Елизавета, это был их первый ребенок. Еще, что было одинаково, что у обоих они ожидали сына, как первенца. Дальше, что было одинаково, это уже девятый пункт, это то, что родителям вообще не нужно было ломать голову, как назвать детей. Не нужно было сидеть, рассуждать, спорить, интернет искать. Бог сам это сделал, сказал, этого назовешь Иоанн, этому будет имя Иисус. Десятое, что было одинаково в этих двух историях, это то, что два этих сына, которые родились, они были очень необычными, нестандартными, необыкновенными детьми. И как вы знаете, что впоследствии через этих сыновей произошло большое, большое влияние, божественное на земле, через них многие, многие услышали весь спасение, получили эту весь Евангелие. Иоанн был проповедником, и также был Иисус Христос. Итак, видите, вы уже на экране десять, а я еще вам добавлю бонус одиннадцатая, что было одинаково в этих двух историях, что оба эти сына закончили жизнь одинаково. имеется ввиду, что никто из них не умер своей смертью. Иоанну отрубили голову, как мы знаем из Библии, он не умер своей смертью, а Христа Иисуса распяли. Ну и там у меня еще есть пару пунктов для того, чтобы подчеркнуть, подчеркнуть, как две семьи, две нужды, две ситуации или обстоятельства, которые кажутся очень-очень похожими, более десяти пунктов, которые говорят о том, что они проходили одинаковые обстоятельства. А теперь мы с вами переходим к следующему вопросу и посмотрим, какая была разная реакция Бога на эти ситуации. Почему Бог отреагировал по-разному на эти ситуации. Итак, если мы помним, когда явился ангел, то Мария задала вопрос. Как это будет? И Захария задал тот же одинаковый вопрос, как Господи это возможно? И заметьте, будьте внимательны, ангел, который мессенджер from God, посланник от Бога, он берет и Захарии говорит, ты за то, что ты спросил, за то, что ты так отреагировал, ты будешь наказан, ты будешь молчать за то, что ты не поверил, а Марии на тот же вопрос, тот же вопрос берет и спокойно, нормально объясняет, как это будет. Не возникает ли мысль, а почему так нечестно? нечестно, ведь у них же вопросы были одинаковые, ведь у них же нужды были одинаковые, ведь у них же месседж от ангела был одинаковый, почему один наказан, а другой нет, почему один будет нести, терпеть, а другой нет. вот у нас такие вопросы очень часто возникают по отношению к Богу, когда мы молимся за одни и те же нужды и смотрим, ну рядом, ну рядом, ну семья, ну сестра, ну в одной же церкви, и даже в понедельник ходим на молитву вместе, ну почему ей уже дано, а мне до сих пор нет. Господи, почему? Ведь у нас же все одинаково. Но друзья, это только кажется, только кажется, что все одинаково. На самом деле все очень-очень по-разному. Давайте будем дальше копать, дальше будем углубляться в эту же историю, и мы увидим с вами очень интересные глубокие мысли. И мы с вами посмотрим, почему Бог реагирует по-разному на кажущиеся одинаковые ситуации. Первый пункт, это потому, что Бог имеет каждому, каждой семье, каждому человеку, каждой нужде индивидуальный подход, настолько индивидуальный, что Бог создал каждого человека с индивидуальными неповторимыми отпечатками пальцев. Каждому не смотрит, не использует шаблон или формулу, но каждому индивидуальный имеет подход. Давайте мы с вами сравним такой момент, в чем здесь это выражается. Первое, сравним возраст Захарии и Марии. Захария сам про себя говорит, что он старый человек. Мария еще была даже не замужем, логично, что она была очень молодая. Уже разницу видите? Дальше идем. давайте сравним их духовный возраст, не физический, но духовный. Захария, написано в Библии, он был священником. И так как он был человек уже пожилой, значит, его духовный возраст, духовный стаж и духовный опыт был в разы, в разы больше, чем нашей сестры Марии. Правда? которая была молодая девчонка не замужем. Третье, давайте с вами посмотрим на их позицию или положение в церкви. В храме он был священник, значит, естественно, с него и спрос больше, и его статус больше, ответственности больше. Мария снова молодая, сестра. В церкви, если перевести это в современное время, наверное, была простая, обычная, возможно, член церкви, который посещал храм. И вот уже в этих моментах мы уже видим, что они были очень разные. Хотя до этого мы с вами доказывали более десяти раз, что очень-очень одинаковые у них нужды. И Бог очень-очень как бы неправильно отвечает. Но из этого вывода мы видим, что на самом деле они имели разное и физическое, и духовное положение в обществе. Еще написано в Библии, что Бог обращал внимание на их сердце и на их внутренность. написано в Библии, когда Мария услышала это слово от Бога, написано она размышляла. Кажется маленькая деталь, но я знаю, что много мы в церкви слышим, много выслышали уже, но я верю, что в Библии есть вот такой принцип, написано пребывай в Слове Божьем, пребывай, по-английски dwell in the Word of God. И когда мы в нем пребываем, когда мы над ним размышляем и в понедельник, и дома, и едем в машине, и думаем, оно производит определенные процессы в разы, в разы сильнее и больше, чем если человек просто услышал, сказал, интересно, неплохо, молодец, или скучновато, монотонно, когда человек живет и размышляет Словом Божьим. Это то, о чем написано было именно за Марию, за Захарию, об этом не сказано. И дальше еще написано о том, что, если вы хотите проверить это, 48 стих этой же первой главы, написано, что Бог призрел или обратил внимание на смирение Марии. Видите, какие маленькие мелочи, детали, на что Бог обращает внимание и как Он отвечает и реагирует на наши нужды и просьбы. смирение это то, что, наверное, не проверяется сильно, или как, я думаю, вот как Бог видел эту женщину в понедельник, в будние дни, когда она вот была просто, просто жила обыкновенной жизнью, обращала внимание на ее стиль, образ жизни, и написано, что она была смирена, и Бог на это обратил внимание. Потому что Бог видит намного больше, видит намного глубже, обращает внимание на наш характер, и поэтому от этого тоже зависит или влияет, как Бог реагирует на наши просьбы, нужды, вопросы и так далее. Помните, когда Кайн и Авель, они оба принесли Богу дар жертвоприношения? И кажется, что они в одинаковое время, в одинаковой позиции, два брата, оба имеют хорошие, благие намерения, но Бог реагирует по-разному, даже на их жертвоприношение. Представьте себе, что мы приходим сегодня в церковь, мы вроде бы все поем, мы все что-то стараемся сделать полезного, доброго, но Бог как-то по-разному реагирует, видя что-то другое внутри, то, что мы, люди, не видим, и реагирует по-разному, как Он это сделал в истории Каина и Авеля. Итак, мы делаем с вами вывод, почему Бог отвечает или реагирует по-разному на наши одинаковые нужды. Первое, потому что Бог имеет индивидуальный подход, намного глубже и смотрит в сердце, учитывая и возраст, и статус, и положение, и твой духовный опыт, и зрелость. Дальше, почему Бог реагирует по-разному, потому что Бог делает большой акцент на веру. Именно обращает внимание на веру. Давайте с вами вспомним, что не понравилось Богу в этой ситуации. Почему наказан Захария? Что вообще в сути не понравилось? Что было неправильно? Если вы помните, то был вопрос, как это будет? И потом был ответ, за то, что ты не поверил, ты будешь молчать. И напрашивается вопрос, а что, спросить нельзя? Можно. Но потом Захария долго уже ничего не спрашивал. правда интересно. И здесь мы с вами видим, где в Библии написано, конкретно отвечает Бог и говорит, что за неверие ты будешь молчать. В Библии Луки 22 глава 32 стих написано, Христос говорит своему ученику, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Сам Христос выступает с таким предложением или нуждой, я молился о тебе и молился о твоей вере, чтобы твоя вера не оскудела, в новом переводе написано, чтобы ты не потерял веру, чтобы ты не ослабел вере, как вы думаете, как часто на молитвенных нуждах у нас в сердцах или в церквях возникают подобные просьбы, братья и сестры, помолитесь обо мне, пожалуйста, а то моя вера уже совсем ослабела, совсем оскудела, вообще никуда не годится, не знаю, что с ней произошло, пожалуйста, помолитесь. если Христос молился за Петра, то за меня нужно молиться день и ночь. Правда, подход? На этом основании мы видим с вами, что наверное можно сделать вывод, что вера наша не всегда находится в одинаковом уровне и в одинаковой сильной форме. Если возьмем же этого же апостола Петра, о котором сказано, Иисус Христос за его веру именно говорит, вы помните, этот же апостол Петр ходил по воде, здесь, я думаю, надо такую серьезную веру, и этот же человек открикался и отказывался, и кажется, где же делась эта вера? И вы видите, что наблюдая за сезонами в жизни, кажется, что вера иногда была вот как по волнам, то вверх, то вниз, и были разные периоды. И Христос предлагает и говорит, я молился, чтобы твоя вера, она не оскудела, не ослабела, потому что от этого многое зависит в твоей жизни. И дальше в этом же стихе сказано, что не просто, чтобы твоя вера не ослабела, но я молился, чтобы потом ты утвердил братьев. Заметьте, интересно еще момент насчет веры, это то, что оказывается нашу веру кто-то еще может утверждать. Так написано в Писании, чтобы ты потом утвердил по-английски, чтобы you would strengthen your brothers. Помните, в прошлое воскресенье мы с вами тоже говорили о вере, о мертвой вере, полумертвой вере и о живой вере. И мы с вами говорили о том, что вера, она без дел, мертва. Еще я хочу важный момент добавить, что еще отношения наши с Христом или с Богом тоже очень сильно влияют на веру. Наши отношения, личные отношения с Богом, которые мы либо развиваем, либо не развиваем, влияют на нашу веру. Еще написано за веру в 1 Тимофея, 6 глава, 10 стих. Там написано так, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Вопрос, при чем здесь вера? Сребролюбие это любовь к деньгам. И дальше написано, которому ты предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Очень интересное заявление. Никогда не обращал раньше внимания, причем здесь деньги и вера. Правда? Но здесь именно говорится вначале о деньгах, а заканчивается о вере. И написано, что любовь к деньгам, я не думаю, что здесь есть люди, которые могут это как-то признать или хотя бы подумать, что это моя проблема. Я попробую сказать это по-другому. Я думаю, когда мы слишком много работаем, чтобы заработать деньги и работаем до такой степени, что очень мало бываем в церкви, вот тогда возможно может произойти то, что написано здесь в Писании. Они уклонились от веры, не хотели возможно, нечаянно, возможно неумышленно, возможно просто хотели заработать, обеспечить, купить получше может быть машину, а это значит повыше пейменты, значит работать нужно побольше, а в итоге оно отражается на веру в Христа Иисуса. И написано они уклонившись от веры и дальше внимание, слушайте последние слова сами себя сами себя куда попали подвергли многим скорбям. Здесь тоже интересная такая связь скорби, работа, деньги, вера. И именно в этой истории Бог когда обращается к Захарии, Он и на это именно обращает внимание и указывает вера за то, что ты не поверил. И вы знаете, что в Библии написано, что без веры угодить Богу невозможно. Как настолько важна именно вера. И мы с вами читали, что вера без дела нам мертва. И мы с вами из этой истории также можем видеть, что вера она также связана с ропотом. А Бог на ропот всегда реагировал. Вот если вы посмотрите в Библию и Старый Завет, Бог всегда реагировал на ропот. И здесь такая интересная история, что в Израиле вы знаете, что Бог посылал на них змеев, Бог как-то наказывал народ свой за то, что они роптали. А в истории с Захарией, смотрите, как вот здесь вот можно вот такую мысль развить ропота, который в истории с Захарией как будто бы Бог его вообще выключил. Ты просто будешь молчать. И первая реакция сразу «Да за что? Да почему?» Все, сразу выключил, чтобы сразу никакого ропота не было. Вы представляете, какой идет работа над вот этим именно моментом? Как только мы попадаем в какую-то ситуацию, в какую-то проблему, которая нам кажется непонятной, несправедливой, но сразу, сразу поток поток и вопросов и какого-то такого, ну мы называем такого доброго бунта, несправедливости и кажется, ну мы уже не такие плохие. И чтобы этого не было вот в этой истории, чтобы до конца свершилась Божья работа, Бог просто выключает. И вот Захария хотя бы, возможно даже и хотел бы что-то сказать, но просто вот не мог. Мог только слушать. А внутри кажется бурлит, хочется сказать, а не получается, опять слушаешь. Опять хочется возмутиться, но слушаешь. И так сидел, слушал, 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 и оно так вот все там внутри оседало, оседало, оседало. Представляете, какое упражнение приятное. Только хочешь раз выключил сам себя. и так пару раз, и потом смотришь, и оно уже как бы все не так и плохо оказывается. И Бог обращает внимание на эти моменты. И переходим с вами к третьему моменту, почему Бог реагирует по-разному на одинаковые ситуации. Значит, первое, это индивидуальный подход. Второе, это у нас было, next slide, это Бог делает акцент на веру. И третье, Бог ожидает духовного роста. Бог точно ожидает духовного роста. Вы можете в этом не сомневаться, вы можете в этом в Библии сами покопаться, Бог точно ожидает духовного роста. В Библии много говорится о плодах, в Библии говорится, что вы младенцы, уже пора быть взрослыми. В Библии это говорится, эта мысль повторяется, что нужно расти. Когда мы рождаемся с вами свыше, мы духовные младенцы, а дальше идет период роста. И вот здесь вот в этой истории мы снова с вами возвращаемся к нашему анализу, к Захарию и к Марии, где мы с вами видим, что у них были одинаковые вопросы и разные ответы от Бога. И здесь мы с вами можем подчеркнуть или сделать хороший вывод, что когда Мария спросила у Бога, «Господи, как это будет? Господи, почему?» Или как мы сегодня спрашиваем, «Господи, ну за что? Ну сколько можно? Ну, Господи, почему? И почему? И почему?» То в истории с Захарией Бог имеет в виду, наверное, вот что. «Тебе, Захария, с твоим христианским стажем, с твоим опытом духовным, сколько лет ходишь в церковь? Сколько тысяч проповедей услышал? А сколько раз видел милость Божью в своей жизни? И вот поэтому, именно поэтому тебе уже больше таких вопросов задавать нельзя. Вот ты и будешь молчать. А ты, Мария, ну еще молодая христианка, знаете, бывает, как молодежь, дети, бывает, ну, с них спрос меньше. Нету такого опыта, духовного стажа, такой зрелости, такой позиции. И вот Бог учитывает даже такие тонкости и так снисходительно, милостиво, понимая, что все еще впереди. А Захарий уже в его возрасте уже, а-а, уже не впереди, уже надо, чтобы оно было, были плоды, чтобы были. Уже сколько лет называется верующим и верить в Бога живого. Когда мы приходим к Богу с такими вопросами, приходим с подобными обстоятельствами и с нашими одинаковыми нуждами, а Бог так нам по-разному всем отвечает и реагирует. И вы знаете, что на этом мы можем видеть, что мы, как родители, имея своих детей, заинтересованы, чтобы наши родители росли, простите, дети росли, развивались и становились лучше. А если дети не стают лучше, не развиваются, тогда мы же, как родители, тоже имеем какую-то реакцию. И когда ребенок в 3 годика, в 5 лет, он делает какие-то глупости, какую-то шкоду, мы его как бы прощаем, понимаем, он маленький еще, но когда уже ребенку не 5, а 25, а он делает то же самое, что он и делал, когда ему было 5, то мы, естественно, как родители реагируем. Иногда так же реагирует и Бог, вмешиваясь в нашу ситуацию, но нам это не совсем нравится. Евреям 5 глава 12 стих написано в Библии, что по времени вам надлежало уже быть взрослыми, учителями написано. Но вы еще до сих пор младенцы, вам нужно еще до сих пор молоко, а не твердая пища. Здесь говорится о росте, что по истечении времени, по вашему стажу, опыту духовному, вам уже пора иметь другую реакцию на обстоятельства, которые мы встречаем в жизни. Должен быть рост, прогресс, зрелость, то, что ожидает Бог. И дальше написано Евреям 12 глава 6 стих. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Господь, кого любит. Первое, обратите, того, кого любит, того и наказывает. Иногда, попадая в разные ситуации в нашей жизни, мы иногда уже кричим «God, you're killing me! Господи, я не выдержу! Господи, все, хватит!» А иногда, наверное, Бог думает, так, подожди, я даже еще и не начал. Когда я помню, папа меня в детстве наказывал, нас, то я помню, мы коллективно кричали до того, как папа еще начал. Кто-то был в похожих ситуациях? Папа только взял ремень, он еще даже ничего не прикоснулся. Мы уже все орем, он как будто уже режет нас. Он еще не трогал, мы уже. Иногда так бывает и в взрослой ситуации, только по-взрослому, по-нашему. Хотя Бог вроде бы еще только начал, еще как бы еще и ничего, но мы уже. Но мы, как родители, вмешиваемся в жизнь наших детей, зная, что им это нужно, полезно, этого блага, они должны быть лучше, они должны развиваться и расти. Точно так же и Господь Бог, Отец наш Небесный, иногда вмешивается в нашу взрослую жизнь, подчеркивая то, что ты мой сын, ты моя дочь, но с твоим духовным возрастом уже пора расти. Написано в Библии так, 1 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Я насадил, говорит апостол Павел, Аполлос поливал. А дальше что написано? А Бог, этого нету на слайдах, а Бог взрастил. Кто взрастил? А кто вот садил, кто поливал, кто проповедовал? Павел, Аполлос, проповедник, брат, кто-то вот сеял, кто-то вот говорил, кто-то вот вкладывал, кто-то поливал, заботился, духовно советовал, был душепопечителем, но рост, рост, именно духовный твой рост, а это вот перемены внутренние. Процесс перемен внутренних никто, наблюдайте, никто, кроме Бога. Написано, тот поливал, тот садил, а Бог, только Бог взрастил. Вот почему сегодня иногда нам больно, иногда непонятно, но ростом духовным занимается сам лично Господь Бог, чтобы мы росли духовно. Вот почему сегодня в этой истории мы снова делаем вывод, что Бог обращает внимание на наш духовный рост. И последнее, почему Бог реагирует по-разному на наши, кажутся нам одинаковой ситуации, это потому что Бог не дает сверхсил. Бог не дает сверхсил. И об этом тоже написано в Библии. 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит, не допустит вам быть искушаемым сверх ваших сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Если мы называемся верующими, верим Богу и Его Слову, то сегодня кому-то важно это услышать и поверить, что Бог, написано, не дает сверхсил. И когда твои силы уже закончились, или почти закончились, или ты думаешь, что их уже нет, помни еще и другую мысль, что Божья слава и сила совершается и проявляется в твоей немощи. Так написано в Библии. В твоей немощи и в твоей слабости совершается через тебя Божья сила. То есть на кого-то, на что-то это обязательно влияет, на тебя и на твое окружение. Даже на тех, кто смотрит на тебя и удивляется, как ты до сих пор держишься. Как ты до сих пор не сломался. Потому что есть что-то внутри тебя необыкновенное. Бог дает эту силу. Я думаю, что в истории Елизаветы, которая написана в Библии, была бесплодна, не могла иметь детей, мечтала об этом и просила сына. Я верю, что она была не единственная женщина в то время, которая мечтала иметь ребенка и не могла забеременеть. И вот представьте ситуацию, что Елизавета ждала, во-первых, очень долго. Так долго, что состарилась. Вы представляете, сколько нужно было терпения, веры, сколько всю жизнь ждала. И когда она поняла, что биологически это уже невозможно, только тогда пришел ответ. Вдруг она забеременела, родила мальчика. И представьте, что в этом же положении была ее подруга, сестра, соседка. Я просто пытаюсь нарисовать, представить картину возможную, которая тоже обращалась к Богу с такой же нуждой, с такой же просьбой. Но Бог ей не дал сына Иоанна. Она бы так бы хотела иметь такого же мальчика, красивого. Но Бог не дал. И, возможно, у нее были вопросы к Богу, Господь, ведь у нас же одинаковые нужды, одинаковые просьбы, к одинаковому Богу ходим. Почему, Господь, Ты ей дал, мне не дал? Проходит еще время. Проходит много времени. Сын вырос, Иоанн. Елизавета продолжает общаться со своей соседкой, так ее назовем, назовем ее Елена, которая тоже мечтала о сыне, но ей не дал Бог. Но потом я представляю картину, что пережила эта мама потом, Елизавета. Представьте себе, что, допустим, она в тот момент была в доме, на кухне, и вдруг стук в дверь. Елизавета вроде бы гостей не ждет, открывает дверь, заходят какие-то незнакомые люди и дают ей что-то в руки. Она не хочет. Незнакомые люди, незнакомое что-то, зачем оно мне? Кто вы? Откуда вы? Что вы здесь делаете? Все так странно. И страшновато. Но эти люди, опустив голову, снова ей это дают, суют, вот что-то вот такого размера. Замотано в тряпку. И тогда Елизавета берет и так вот медленно разворачивает эту тряпку. и смотрит, а там глаза, глаза такие знакомые, глаза ее любимого сына Иоанна. Смотрит, она в руках держит голову отрубленную. Тела нет, значит, он мертв. И потом выходит вот эта Елизавета на улицу, поднимает глаза к небу, к тому Богу, который дал. Так долго ждала и дал сына. А ее соседка Елена, которая только услышала об этой новости и увидела гостей с тряпкой в руке, не выдержала, тут же упала. А Елизавета продолжала стоять и смотреть в небо, обращаться к тому же самому Богу, который дал и забрал. Но сегодня мы поняли, почему Бог дал именно не Елене, а Елизавете. Потому что знал, она будет стоять. как написано, Бог никогда никому сверхсилы не пошлет. Прошло еще время, и потом Елизавета встречается еще с одной мамой, которую звали Мария. стояли они вместе, может быть, близко на горе Голгофе. И стоит Мария и смотрит на этот крест, где висит ее сын. Прибит в крови, шевелится, еще живой, но она знает, что умрет, и умрет на ее глазах. Но эти две женщины, они продолжали стоять. Эти две женщины продолжали стоять и смотреть в небо. продолжали, потому что верили. Верили. И именно они были избраны. Именно им было разрешено, допущено одной родить Иоанна, другой родить Иисуса, третьему пройти через эти обстоятельства, четвертому попасть в эту ситуацию, пятому проходить вот эту долину. Именно им было допущено почему индивидуальный подход, акцент на веру и ожидание духовного роста. вот почему сегодня возможно некоторые как Захария у них нет слов. Как Захария, который стал немым и не мог сказать сегодня некоторые не могут сказать Богу благодарность. сегодня у некоторых нету слов закончилась вера, сила, мечта. Но произошел один важный принцип. Как только, как только Бог открыл уста Захарии, то написано в Библии 64 стих и разрешились уста его и он начал благословлять и прославлять Бога. Обратите внимание на тонкости. Как только созрел, как только созрел, помните вот молчал, скорбел, не все понимал, возможно не мог роптать вслух, но внутри. Но как только созрел, как только открылись его уста, первое это да будет имя Бога благословенно, Господь дал, Господь взял. если сегодня ты чувствуешь, что у тебя закончились слова к Богу, ситуация сильно раздавила тебя, то обрати внимание на эти образы, примеры из Библии, которые сегодня для нас являются примерами. открывай уста и знаешь, что нужно говорить, благословляй и прославляй Бога и продолжай стоять, продолжай стоять и помни, что Бог, который дал, Он остается рядом, даже когда мы проходим какие-то ситуации. Пусть сегодня это слово, оно ободрит вас во имя Христа Иисуса, чтобы мы все помнили, что нашим духовным возрастом занимается сам лично Господь Бог, зрелостью сам Господь Бог. Я не утверждаю, что именно ваша ситуация почему, у меня нет ответа, но на основании вот этих примеров, я думаю, у нас много есть, над чем порассуждать и применить в нашу ситуацию. Богу за все слава. Аминь.